Чувства верующих. Что же это такое и с чем их едят? О пресловутых чувствах верующих сейчас говорят во всем мире. Или лучше сказать так, некоторые верующие поставили на уши весь мир, дав волю своим чувствам и натворив таких дел, что волосы на всем теле становятся дыбом. Да, это так. Особенно, когда натыкаешься на информацию о том, что снова какой-нибудь возмущенный оскорблением своих чувств, апологет своей веры нарушил уголовное право и в особо зверской форме и тут же прикинулся потерпевшим борцом за свои права или ветошью прикинулся. Я же хочу обсудить вопрос этих необычных и трудно описываемых чувств без относительно какого-либо рода конфессий, какого рода религии или церкви. Просто раз уж эти чувства настолько ранимые, то важно разобраться в том, что под ними подразумевать, чтоб не дай бог не стать причиной их оскорбления. Чувства верующих. Так что же это такое? И как с этим жить-то вообще? Вот совсем недавно я наткнулся на одно социологическое исследование. О его релевантности я не стану распространяться, так как я на самом деле не знаю, насколько оно релевантно, но именно оно, это исследование, и послужило поводом для этого текста. Специалисты фонда, общественные мнения провели опрос среди населения на предмет отношения к закону об оскорблении чувств вот этих самых верующих. И оказалось, что 63% граждан Российской Федерации поддержали уголовные преследования за оскорбление чувств верующих. 63%, то есть больше половины. То есть теперь каждый такой вот оскорбленный может подать набитчиков в суд, и на основании этого заявления будет возбуждено уголовное дело. И это дело может иметь вполне себе не административные, а куда более серьезные последствия. Дело же уголовное. И больше половины граждан, как я уже говорил, это поддерживают. Вот я и задумался. И, честно говоря, у меня не нашлось ответов. Зато появилось очень много вопросов. Ну, например, такие. Раз чувства верующих, то верующих в кого или во что? Страна у нас многоконфессиональная. Или, как сказал один из губернаторов, или я не помню, там много конфессиональная. Причем анальная это было главное. Люди в ней исповедуют разные религии. Значит ли это, что можно оскорбляться всем верующим хоть во что угодно или в кого угодно? Попадают ли в число верующих язычники, саентологи, свидетели Яговы и тому подобное? Я знаю, что некоторые религиозные организации признаны в России экстремистскими и запрещенными. Вот важно понять, не ущемились ли в связи с этим их права, что их такими самыми признали. Не были ли они оскорблены? Или одни в своей вере немножко ровнее других перед государством и законом? И как быть с верующими разных конфессий, если пересекутся их интересы? Одни верят в одного Бога, другие в другого, третий в третьего. А некоторые и в одного-то Бога верят по-разному. Не оскорбляют ли их чувства верующих такие же чувства других верующих или верующих иначе, чем они? Чувства верующих. Опять же, что это такое? Как с этим жить? А само существование живых атеистов не оскорбляет чувства верующих? То есть, наличие неверующих, имеющих свое мнение на предмет сотворения мира иным способом, например, нежели представляется верующим. Ну, таким, кстати, сказать, как учат в общеобразовательных школах и институтах всех цивилизованных стран. Вот не оскорбляет это верующих такие самознания? Или вот очень важный вопрос. Стоит ли считать такие чувства у верующего, как голод, желание, извините, потрахаться или украсть что-нибудь чувствами верующего, раз они принадлежат верующему человеку? И понесет ли, например, ответственность дама за оскорбление такого чувства, как похоть, отказавшие верующему в удовлетворении его чувства похоти? Ну, похоти верующего. Вот он же верующий, и, значит, похоть его – это похоть верующего, чувство верующего. А как узнать вообще, верующий ли это, или только придуряется, например, из выгоды быть оскорбленным и воспользоваться этим? Что может являться мерилом веры? Не религиозности и воцерковленности, а именно веры. Ведь речь идет о вере, раз мы говорим о верующих. Что может подтвердить наличие у верующего веры? Это довольно сложный вопрос. Или вот, например, живет какой-то гипотетический атоматеист. И живет так, что мог бы из-за праведника сойти. Если бы в Бога верил. Ну, к примеру, соблюдает те заповеди, которые не говорят напрямую о Боге. Но зато он почитает отца и мать, не убивает, не прелюбодействует, не крадет, не свидетельствует ложно против ближнего, не выжелает жены ближнего своего, не пожелает имущества ближнего своего, опять же. То есть живет как праведник, но не соблюдает первые три заповеди, которые говорят «Я Господь твой Бог, да не будет у тебя других богов, кроме меня, не произноси имени Господа Бога своего напрасно, помни день Господень». А вот другой кто-то соблюдает только первые три заповеди, которые касаются Бога непосредственно. А вот семью остальными заповеднями как-то сложновато. Ну, может, не задалось как-то. Ну, что бывает. И вот, как бы, по поступкам первый даже более праведник, ну, получается, чем второй. Но верующим будет являться второй, так что ли? И на основании этого чувства второго будут иметь большее значение, чем чувства первого. И этот второй будет иметь больше шансов оскорбляться и требовать в суде даже не защиты своих прав, а защиты своих чувств. Вот тут самая небольшая непонятка получается. А она в том, что чувства одних, ну, именно чувства, а даже не права, являются более значимыми, чем чувства других. Это дискриминация? И что это такая за особенная категория льготников с какими-то исключительными чувствами, которые требуют какой-то исключительной охраны, аж на уровне уголовного законодательства? Что-то много у меня вопросов, очень много. И нигде ни в одном нормативном акте, регулирующем отношения граждан между собой, отношения граждан с государством и государство с гражданами, не нашел я прямых ответов на эти вопросы. А потому могу предположить, может, я ошибаюсь, конечно, и меня поправят в комментариях, и вообще кто-нибудь поправит в диалоге, в споре, что и нет таких ответов, и актов таких нормативных нет, которые бы четко давали понять, что такое чувство верующих. Кто такие эти верующие? Кого считать верующими, а кого нет? И что является оскорблением чувств этих верующих? И что является непосредственно оскорблением как таковым, как верующих, так и их чувств? Поэтому у меня есть еще один вопрос. Не ставится ли телега впереди лошади, когда уголовную ответственность готовы одобрять? А вот за что именно, пока еще и даже не разобрались. А это ведь более половины населения, если верить в соцопросу. Помните, 63% готовы одобрить уголовную ответственность. Так и вспоминается, мнение большинства всегда ошибочно, ибо большинство людей – идиоты. Вот не помню, кто сказал, но кто-то верующий. Мне кажется, что прежде чем вводить уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих, нужно детально разобраться, какой конкретный смысл вкладывается во все эти три слова – оскорбление, чувств и верующих. Вот в отдельности надо разобраться в этих словах и вместе, когда они попадают в уголовное законодательство. Иначе такой закон действительно становится пресловутым дышлом из поговорки, помните, такой, который можно повернуть как угодно. А пока я вижу, что под оскорблением чувств верующих банально маскируется примитивная такая нетерпимость к чужому мнению, которое отличается от мнения обиженных. И вообще, мое оценочное суждение и мое оценочное мнение, что феномен такой, как испытывать оскорбление своего чувства верующего – это признак гордыни, между прочим, одного из смертных грехов, и отсутствие такой добродетели, как смирение. Но это уже просто мое личное, как я сказал уже, оценочное суждение. А вот вы что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.